Карпатские горы такие разные, переменчивые. Днём, утром, вечером, солнце и дождь одинаково величественны и прекрасны. И столь же разнообразны Львов. Немного ближе запад страны сделали для харьковчан художники, побывавшие на планеры с символичным названием «Карпатский хребет». Результаты их двухнедельной работы выставлены в Доме художника. В каждой картине есть какое-то настроение, твой внутренний мир, твое состояние. Ты сидишь, видишь состояние, буквально через 15 минут можно уже измениться. Поэтому тюды пишутся быстро, чтобы схватить момент, состояние, а потом в мастерскую можно было перенести это на холст. Каждую из работ, хотя и выполненных в разной технике и манере, объединяет одно – трепетное отношение к украинской природе. Художник Ирина Ильинская работала в таком формате впервые. Было довольно трудно, но интересно, рассказывает Ирина. Ну, я только к концу уже пленера, как говорят, у нас расписалась, потому что действительно состояние меняется. Просто поминутно солнце заходит, выходит, ветер дунул, курица кукарекнула, там петух, не знаю, собака гавкнула, уже все, настолько оно зыбко и меняется. Но там как бы научились мы как чуть-чуть фиксировать вот эти все состояния и уже под впечатлением докрашивали. Идея проведения пленеров принадлежит художественному объединению Обри Карпаты. Тесное общение коллег-специалистов, благоприятных для творчества условиях, обсуждение новых концепций и наработок дает отличный импульс творческой душе, уверяет куратор выставки. Идея была запросить только заслуженных художников, старшее поколение, чтобы проликовать их, чтобы они помалювали, отпочили, поликовались. Итогом такого отдыха и общения из собственного пленера стало 150 работ, вышедших из-под кисти 11 мастеров. Инна Степанишина, Антон Калета, Агентство телевидения новости.